Чё-то совсем мало сегодня на эфире, но ничего. Лучшие приходят на эфир, я скажу так. Лучшие смотрят в записи потом, но те, кто могли прийти, не пришли. На еврейском языке говорят, «I've said cool, shaleem» — «Проигрыш, весть их». Все спят. Да не, не спят. Я вам скажу, что. Нет, не спят, ребят. Как бы так сказать, чтобы никого не обидеть? Нет, не спят. Люди предпочитают потом жаловаться, писать всяких тыквенных латы, что «Ой, у меня еврей не заходит, не знаю, что делать, руки опускаются», когда вокруг вас только ресурсов, которых не было тогда, когда многие сюда приехали. И все зависит от того, хотят ли люди что-то менять в своей жизни. Окей? Я задавался вопросом, почему у каких-то людей у кого-то что-то получается, у кого-то нет. И да, можно сейчас сидеть и много рассуждать на тему успешного успеха и так далее. Я сам вырос в очень плохом районе в Израиле. У меня у самого был старт очень плохой. Но при этом я понимаю, что что-то у кого-то может получиться, у кого-то нет. И я объясню, что. Что объединяет всех людей, у кого что-то получается. И опять же, успех — это дело... Успех в языке или успех в жизни — это дело очень растяжимое. То есть для кого-то успех может быть совсем маленьким, но это тоже успех. Неважно, какой он. Таких людей объединяет одно, как мне кажется. Это мое личное мнение. Неготовность мириться с тем, что есть. Все. И это можно отнести к языку. Неготовность мириться. Если ты готов с этим мириться, но при этом плакать и хныкать, что ой, как плохо. У меня нет того, нет условий, нет всего, нет того. Ну вот у тебя есть бесплатные эфиры. Ну ходи на них, ты же не ходишь. Ну вот у тебя есть бюджетный тренажер Иврита. У меня у одного учителя нет таких цен. А взамен ты получаешь кладец информации. Ну пожалуйста, бери и делай. Но легче просто сидеть, ныть и говорить, что ой, как все плохо, все нету. Просто люди готовы мириться с тем, что есть. Но себя подкармливать какими-то отмазками. Ну а теперь мы переходим к нашей теме.